В нашем кинозале сегодня, наконец, показывают интересный фильм, да, Кристюш, про птичек? Скажи, ну, наконец-то, мать! Устала, голову неудобно, да, держать. Ну, прости, но ты иди сюда. Отсюда же тоже видно. Блин, не снеси мне телевизор, дурым-то. Все, она улетела, видишь? Хоп, и все. Кристюш, все, выходи. Я не буду еще раз это смотреть. И тебе не покажу. Все, птички закончились. Кристюша, уходи оттуда. Не жди. Вот так вот над животными издеваюсь. О, нервы. Боже мой, я не думала, что на тебя это такое действие произведет. Прости, пожалуйста. Я не специально, но теперь я буду знать и буду делать это специально. Все, нету там, больше нету ничего. Кристюш, все. Боже мой. Смотри, какой скандал. Какой скандал в доме, а? Фанат птичьего мира. Все, они все улетели, Кристюш. Все, извини. Сказали, мы завтра прилетим утром. Может быть, если ты будешь себя хорошо вести. Привет, привет. Слышите, ну время ночь. Ну как ночь? Сколько там? Девять? А, ну девять. Я почему-то думала, что уже десятый час. Самое время заняться расхламлением. Да, вы думали чем? Да, расхламлением. Что я хочу сделать? Я хочу разобрать шкаф. Потому что я чувствую, что у меня там много того, что мне нужно выкинуть к чертям собачьим. Да, только так. Зачем расхламляться, пусть лежит вот это вот все не про меня. Не хочу иметь в доме пустую энергию. Да, видите, понахваталось умных слов в тиктоках и инстаграмах. Ладно, шутка-минутка, но я держу так, потому что я в этом, в комбинезоне. Чтобы не думали, что я с вами голенькая разговариваю. Ни в коем случае. Только одетая. Так вот, во-первых, нужно разобрать, что выбрать, что отдать, что летнее достать. Потому что у нас уже теплеет, и лето не избежать. Слава богу, хоть лето не избежать. Ну, хотя, знаете, еще посмотрим, какое будет лето. Знаете, может, это будет такое лето, что... Ладно, не будем о грустном. Короче, идем расхламляться. И сегодня это будет шкаф. Блин, мусор стоит. Стоит и стоит, слушайте. Не надо об этом думать. Это, кстати, из обуви. Я их отдаю, потому что... Ну, потому что я не ношу уже такой каблук. И вряд ли я его где-нибудь, куда-нибудь одену. Потому что, ну, нахуй надо. Вот. Здесь... Ой, блин, здесь пропылесусь надо. Крестюш, привет. Вот это по-хорошему надо выкинуть. Хотя, в принципе, они еще нормальные. Может быть, их попробовать постирать. Ну, вот видите, это опять начинается. Вот, когда ты... Вроде тебе надо выкинуть. Еще ничего не отходит, да? Ладно, можно будет их взять в какое-нибудь путешествие. И если они там потом порвутся, выкинуть их к чертям собачьим. Да? Да. Что вы не засовываетесь-то? Еще выделываться будете? Давайте. Суемся. Тут у меня что? Здесь у меня балетки. Это погрызенные шлепки. Да, шлепки погрызенные. А где мои эти? А, новые... Новые у меня здесь. Я их еще не доставала. Ну, короче, вот нужно мне разобраться, что у меня сейчас здесь где лежит. Вот нахера у меня здесь лежит клавиатура? В помойку. Это, видите, новые, которые я купила. Здесь что лежит? Какой-то пакет. Что в пакете? Пакете. А что это в пакете? Ой, это какая-то фигня для обуви в пакете. В душе не чаю, что это такое. Ну, короче, девочки, мальчики. Здесь у меня этот плед, который так и не продался до сих пор. Ох, я не знаю, сумки. Блин, что-то я уже не хочу этим заниматься. Вот так вот, знаете, хочется начать, но не получается. Ладно, нет, сейчас я возьму себя в руки и начну. Давайте начнем хотя бы с обуви. Дядя. Хотя бы, если уж не прям все-все сегодня, то хотя бы обувь давайте разберем. Да? Да. Хотя я обувь уже, по-моему, разбирала. Но, по крайней мере, вот эти вот я выкинула. У меня подстилки лежат. Ну и... Оп. Так, что у нас тут из обуви? А из обуви тут только чехлы, да? А, вот они, еще одни шлепки тоже погрызенные. Видите, да? Знаете, кем погрызены? Вон там вот. Но, в принципе, тоже их можно взять на море. Ну и там же потом выкинуть. Ладно, шлепки пока оставляем. Это что у меня? А, это у меня вот такие вот тоже босоножечки прикольные. Я их один раз, кстати, одевала. Не единственный раз. Но, опять же, каблук. Вряд ли я его тоже уже буду одевать. Тоже они лежат. Ну вот. Знаете. Просто лежат. Поэтому сейчас сфоткаю, предложу девушке, которой я вот эти отдаю. Может, ей эти понравятся. Потому что я их одевала, ну, реально, один раз. Немножечко на кулочке. Так, это что? Это ботинки, которые я тоже, блин, одевала один раз. Сейчас. Нет, это ботинки, которые я одевала несколько раз. Но, в принципе, они удобные. Я их оставлю. Вы остаетесь. А что у меня все пакеты в каких-то дырочках? Кто вас ел? Ну, не Моль же ест полиэтиленовые пакеты. Ну, ведь такого не может быть. Ну, ведь скажите, нет. Я думаю, что нет. Короче, это оставляем, это отдаем. Так, сюда кладу длинные у меня сапоги. И вот так вот кладем такие сапоги. Все. Зимнюю, у меня ничего не осталось. Кстати, подождите. Может, я сюда эти чехлы положу. Как говорится, чехлы еще пригодятся. Помощник! Мяу! Кто погрызть мне все шлепки, а? Кто? У шлепок вот этот, да? Да, да, да. Так, в следующей коробке туфли. Вот эти я выбрасываю, потому что здесь, видите, надо по-хорошему набойка. Или не надо выбрасывать. Надо или не надо. Короче, у меня двое классических туфлей. Но по-хорошему и там, и там надо менять набойки. Но! Учитывая, что я не ношу их уже долгое-долгое время, ну, мне некуда одевать классику. Ну, вот когда работала в офисе с дресс-кодом, одевала под дресс-код. Сейчас, честно говоря, некуда. Но по-хорошему оставить надо, потому что, ну, у меня классический костюм есть. Ну, короче, знаете, вот тот вариант, когда вдруг откуда не возьмись. Ладно, оставляю тогда и те, и те. В принципе, каблучок везде небольшой. Так, тут у меня, по-моему, красные первые свадьбы. Да. Но они, блин, смотрите, видите, время проходит, и эта замша, она начинает лопаться. Короче, я думаю, что их надо выбрасывать. Ну, куда вот это уже? Туфли, которые одевались один раз. Нет, два раза. Два раза. Ну, все, видите, время и... Сколько лет? Крестюш. Лет 10? 10, да. В 2014-м же я замуж выходила. Уветь я отсюда. Они просто лежали. Это вот непонятная замша, она просто потрескалась. Ну, что ж, как говорится, фуаля. Так, это еще оставляем, эти оставляем. Я недавно покупала, ну, вон, Прикс еще был в России, тогда я покупала, но я их несколько раз одевала. Они очень удобные. сейчас сниму на клейку. Они сами по себе очень удобные. Ладно, оставляем. Все, что ли? Не густо, да, с обувью? Ну, не знаю. Я, по большому счету, все, что ношу, это кроссовки. И летом и зимой. Все, по большому счету, я, может быть, слепки себе какие-то клеток куплю, ну, которые не погрызут. Хотя погрызут, если оставить вот так без, как говорится, присмотра. Но, в любом случае, от чего-то мы все равно сегодня избавились, да? Так, расхламление остановилось на том, что я поняла, что мне нужно все зимние вещи, прежде чем их сложить, перестирать. Ну, чтобы пахли хорошо и с кондиционером. Ну, короче. Перестирываю первую партию, там в ванной вторая партия лежит. Костюша! Тут эти сумочки, которые я когда-то делала, вот тоже надо кому-то их отдать. Не знаю, какой-нибудь девочке. Найду девочку, отдам. Ну, выкидывать жалко. Так, вот эти у меня есть три одинаковых свитера. Ну, как, они, в принципе, такие легенькие. Они мне нравятся, я их ношу периодически. И джинсы, их вот этот перестирывать мне не нужно. По обуви все разобралась. Это в машину здесь старые штаны и футболка. на всякий случай, пусть лежит в машине, знаете, мало ли что. Значит, там туфли, свитер, еще что-то. Коробки все нахрен выбрасываем. Это мы не выбрасываем. Это лейка, она мне пригодится. Еще, я не знаю, я должна залезть в эти сумки. Ну, блин, нет, наверное, не сегодня. Потому что, ну, вот это надо точно однозначно выкидывать. Нет, сегодня, девочки, заложу в сумки. Я просто вывалила все, что у меня вот здесь вот лежало. нет, не все, вот я что-то уже. Все теперь, ну-ка. Да, это от моли, с той стороны тоже брала. И нашла шаль. Она очень прикольная. у меня есть такая же немножко красненькая. Мне подружка дарила. И вот эту. Я ее, конечно, перестираю. Короче, я нашла, мне кажется, еще что мне нужно будет стирать. Что еще нашла? Осознание того, что у меня целая херово туча каких-то шарфов, каких-то косыночек, хуиночек. Как вы думаете, когда я последний раз это носила? Ну, лет 10, наверное, назад, не меньше. Вот нахера оно здесь все это лежит? Вот это я сама вязала. Вот тут тоже лежат. Вот здесь лежат. Вот какого хера они здесь все лежат? Шарфы. Когда я последний раз одевала шарф? Вы не знаете? И я не знаю, потому что я все время в машине. Пояса. Ну, пояса тоже миллионы лет не одевала. Короче, я не знаю, мне нужно принять решение. Выкинуть ли к чертям эти косыночки или пока дать им еще шанс просто как-то сложить их по компактнее в одну эту коробку, а в другую коробку зимней шарфы, которую я тоже уже миллионы лет не одевала. Крестюш, что посоветуешь? И я не знаю. Что я сделала с платками и шарфами? Покричала и положила все обратно. Так, ладно, ну, может, хотя бы в сумках что-то получится. вот, я давно хочу выкинуть вот эту сумку или вот эту. Сейчас, девочки, я подумаю. Как я поступила с сумками? Я тоже ничего не выкинул, я просто переложила их. Та-дам, та-дам. Вот это надо выкинуть не пойми что. Все, тут остается только плед. ой, как-то расхламление сегодня не особо, да, пошло. Ну, хотя, нашла вот эту сумку. Я с ней по командировкам когда-то ездила. Я ее постираю. Она вообще шикарная. Шикарная ручная кладь. Так. Все, Крестюш, больше твоя помощь не нужна. Пакет на выкид. Ты тоже в машину. Потому что, знаете, иногда едешь мимо храма, хочешь зайти, а прикрыться нечем. Так что, пусть в машине лежит. Так, а это все на выброс. Да, Крестюша? Да, помощник. Слушайте, умылась уже, крем нанесла. Я-то понимаю, что у меня полночи будет стиралка работать. Ну, ладно. Слушайте, а вы тоже перестирывайте. Вот я с собой заметила, что я на зиму складываю одежду, я ее перестирую. Сейчас я достану летнюю, летнюю перестираю, потом летнюю буду использовать. Начнется зимний сезон, я летнюю перестираю, достану, зимнюю перестираю. То есть, такое ощущение, что я постоянно стираю. Но может быть, не так кажется, но все равно она когда лежит, может быть, кто-то как-нибудь похуде эти положить. Слушайте. Но все равно. Все-таки ощущение свежего белья, которое ты постирал, оно все равно другое, чем нежели ты достаешь там одежду, которая три месяца лежала в коробке наверху. Наверное, мне это не поможет, и я буду стирать. Я енотик полоску. Почему я смотрю все время в эту сторону? Потому что я смотрю на себя, надо смотреть в камеру. И поэтому получается, что куда туда все нормально, я не косоглазая. Слава Богу, тут Боженька пожалел. Короче, стираем, стираем, стираем. Кристюш, там еще не скоро постирается. Мне нужно будет тогда завтра, вот у меня, по-моему, одна коробка летняя, а здесь у меня в коробке у меня лежат отрезы тканей, которые мне надо отдать куда-то. Почему они там лежат? Потому что их хранила моя мама. Когда в те времена нужно было, сложно было достать ткань, нельзя было тратата, и, короче, хранилось, хранилось, хранилось. Половину я выкинула, что-то я оставила, и все равно у меня целая коробка с тканями. Я не шью вообще, но у меня есть пуговицы, у меня есть ткани. Короче, то, что я не могу выкинуть. Я много, много чего выкинула, много чего раздала. Но какие-то вот эти вот остатки мелкие, надо потихонечку от них тоже избавляться, потому что, ну, они просто лежат. Так что, перестираем зимнее, вытащим летнее, перестираем летнее. Короче, несколько дней нам есть чем заняться. Да, Крисюша? Да. Дульсиные. Давайте попрощаемся. А что вы здесь сидите? Что-то ждете? Ничего не ждете уже, да? Нет. Ну, давай попрощаемся. Ну, в общем, мы промщаемся. Промщаемся. Мы прощаемся. Все спят, время, без 10. 10. Ну, у меня, ну, в принципе, я оставлю стиралку, я могу на ночь оставить стираться, потом она вот стирается, я там, не знаю, в туалет буду выходить, ночью вставать, или уж с утра развешу, загружу новую, как бы такой процесс, слава богу, не вручную, и пусть стирает. Ну, да? Все. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok